здравствуйте дорогие мои рад приветствовать вас на канале если вы впервые я вам рекомендую подписаться чтобы не пропускать все самое интересное тема сегодняшнего выпуска белгород какие то там у нас новости в белгороде смешные хорошие и веселые также поговорим о мобилизации российской федерации и как вообще россияне реагируют на то что происходит на фронте успешное наступление вооруженных сил украины по всему периметру по всему периметру там где наши наступают ну что полетели дальше полетели полетели здравствуйте здравствуйте как дела замечательно как у вас ну тоже ничего потихоньку потихоньку да что вы сейчас рулетки делаете просто вот знаете сижу общаюсь замечательная новость про что говорите про все про все да про то как от как дела да как вы спите про политические какие-то истории вопросы давайте спрашивайте я украина киеву не сказали что мы с мордовии и мордовии это потом выяснилось что что это молдавии мы решили присоединиться к украине послушала я тоже у меня у меня такие шары были игры это как-то мордовия стала молдавии и она решила присоединиться к этому пути сидели чисто на серьезных щах вообще мордовия есть мордовия мордовия моя любимая республика не так причем здесь я не виду вас мордовия вы ж за тамбовом вообще далеко-далеко у нас ну мы по волжье у нас очень хорошая вообще прекрасная республика я я просто говорю про то что сегодня люди это вообще я даже не поняла это шутка была на самом деле вы же понимаете нет они просто не понимали что такое мордовия и молдавия они решили это легкий троллинг был на самом деле ну неважно вы давно в мордовии живете всю жизнь всю свою жизнь но я же ордовия я я живу в мордовии я живу в москве периодически сейчас живу в украине вы же в украину приезжаете да зачем я изначально работала в донецком госпитале а потом сейчас я допустим куда нас пришлю туда мы и приезжаем а я понял ну как думаете чем это все должно закончиться по вашему мнению если допустим вот чисто от сердца говорить я не хочу вообще ничем чтобы ты ничего заканчивалась мы не хотим чтобы это чем-то плохим заканчивалась вот от чистого допустим сердца от как вот мы простые люди допустим думаем мы не хотим ни войны ничего мы не хотим так а зачем тогда российская федерация заходила в украину это сдавать его звоните в канцелярию президента то есть народ не отвечает за действия того человека которого он выбрал мы можем ответить ну ну мы я бы допустим вот меня призвали мне призвали еще с февраля я приезжал с 24 февраля все началось мы там с начала февраля были в госпитале много очень много у нас просто они я не могу даже я даже не могу сказать сколько они просто вот у нас и вот вот так дальше будет дальше будет больше российский солдат либо украинский солдат дальше будет дальше будет больше потому что сейчас ленгли значился для украины я думаю что в конечном итоге украина вернется в территориальную целостность 91 года учитывая то что происходит и году что было украины еще раз вот вы говорите он вернется там ну типа 91 год а что в девятом году было украины составе раздавился советский союз и образовались наши государства мое ваше государство я имею ввиду российской федерации и остальные территория которая была признана за украины и туда входила донецкая область луганская область крым подождите вы думаете я уже сильно спрашивала когда она заходила в отдельной части луганской донецкой области а вы думаете про и не сильно спрашивали когда их присоединяли к украине состав украины кого присоединяли нет вот был советский союз до развал кто справка какой есть в советском союзе было 15 республик в определенном территориальном размере скажем так вот когда она развалилась это мертвое государство советский союз ну конечно по по факту в конца а можно вас посмотреть что у нас секунду секунду покажите мне нашивочку на левомке без проблем это вы с кого сняли смысле с кого мы сняли но вы же российской федерации в мордовии город рузаевка я на данный момент я нахожусь здесь здесь у себя на родине в мордовии просили нет дожди вы меня не спросили а кто у меня в украине где я была вы сказали вы находитесь пожалуйста вы сказали что вы сейчас находитесь на родине я у вас спрашивают на родине это в мордовии я с мордовии а вы с мордовии я у нас мордовии вы россиянка я сама родилась в республике мордовии я в москве в городе зеленоград в данный момент в данный момент ну как бы не прописано там я понял еще раз вы россиянка подождите можно маленькие вопросы вы россиянка а как вам ответить если я живу на две страны не бывает вы паспорт получили россиян паспорт российский и паспорт украинский как хорошо тогда я задам вам безумно периодически девушка девушка пожалуйста не перебивайте девушка еще раз пожалуйста 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 один вопрос один маленький детский вопрос крым чей смысле чей ну этот вопрос задают все да я шорс повторяю когда я получала паспорт украинский крым был на тот момент украины час крым чей ну провали пиодосия а сейчас крым российской федерации я бы на вашем месте сказать я я на вашем месте бы с паспортом украины не говорил бы ничего второе сейчас прямой эфир до ну канал такой не сильно большой но тем не менее она как бы да мне без разницы да я на вашем месте дальше на украинский паспорт уже бы забил бы потому что вы немножко не на той стороне скажем так вы не за свою страну болеете я так понимаю вы поддерживаете российскую федерацию право но когда мы в госпитале сидим у нас только пачками поступают украинские солдаты и когда мы не смотрим на у них нашивку на все мы просто вот блять вот есть солдат девушка вы наверно не услышали меня вам на это наплевать нет вам главное нашивка вы не услышали моего как мы относимся нормально к людям вам наплевать делать российский солдат будь то украинский солдат будь то я россиянка либо будь я то украинка вам наплевать вам главное услышьте меня пожалуйста вы не слышите меня нет 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 я еще раз говорю мы ваших солдат и наших солдат мы берем и штопаем блять их на место ставим дальше блять как может быть вода этого дела я видел видел пленных я видел пленных которых возвращает российская федерация из плена российского в украину и не вам мне рассказывать как выглядят пленные которые были у нас и пленные которые были в российской федерации поэтому сидите лучше в этой мордовии и короче не хочу так что там у нас чат-бот исключила чего алекса исключили алекс вас и блоканул чат-бот потому что вы писали капс локом не пишите большими буквами чат-бот будет выносить он у нас очень злой компьютерный чат-бот пленных рф вот с такими мордами возвращается домой в россию так что такое дело здравствуйте здравствуйте какое дело замечательно как у вас замечательно как у вас да мне тоже здорово а что вы за тематическое сзади космос это обои на стене вы что о чем разговаривать я думаю сейчас и идут к реалу до 100 процентов слушайте а что-то в белгороде происходит ну что-то осколки падают ракетные я думаю что-то другое станут одной из частей два таджика расстреляли 15 то ли 16 россиян что-то такое блин честно еще не еще еще не заходил нет мечтал мобилизованные возможно даже не удивительно это так же как вот украинские войска ой войска правительство раздали сидевшим я же тоже не сомневаюсь но если уже не живу у них youtube канал и сусы ну сидевших есть youtube канал вы о чем конечно конечно нет боже это тебе в барнауле такое рассказали почему из барнаул бы уважаемый неужели буду я бред вот этот слушай даже не хочу привет как ваши дела украина киевы откуда краснодар россии из воронежской области откуда именно музыка так не забываю подписаться на хунта киевла и фунта киев резерв также не забываем про канал вак им и украин очень замечательный новостной канал заходим так ну что полетели дальше почему я не помню почему наушники не слышали все слышно все хорошо а тебе хорошо меня слышно да да все нормально да все нормально мне просто наушник воткнул блин слушаю через телефон тебя как дела хорошо все хорошо все хорошо все это же хорошо конечно конечно а ты откуда украина киев а ты откуда украина что киев 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 это киев это вы откуда я из краснодара я понял что то хотите узнать спросите да о чем я узнаваю я же не знал просто хочу пообщаться с человеком в принципе с простым вы наверное блогер да да начинающий начинающий ага понял прикинь ну ладно давайте пообщаемся давай да не просто я думаю если вы блогер значит значит у вас есть какие-то 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 ну вопросы ну не то чтобы ко мне темы ну темы для разговора у вас есть наверное да какая-то я больше слушаюсь и отвечаю на вопросы блин ну вы знаете у меня к вам нет никаких вопросов а чего так ну я как бы вас первый раз вижу я не знаю чего вы знаете куда вы слышите чего вы делаете ну какие у меня могут быть к вам вопросы ну я из в российской федерации объявлена мобилизация ведь у вас нет войны зачем не хватает не хватает да а куда делись те которые охватались ну не хватает там трактников да нет ну а куда они делись очень длинная очень длинная линия просто соприкосновения поэтому не хватает я понял а зачем российская федерация вообще зашла в Украину в Украину блин ну я думаю что это давно раздевало в принципе блин что именно ну вот именно это что ну я понимаете я вот короче про Донбасс тебе говорят скажи ему про Донбасс не нет подожди я 94 я 84 утром hello пашина а украина а украина а украина что у вас таки фантастичный вид задерж а это обои на стене в городе вот 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 там луна наверху в Кельне в Кельне я в Кельне не живу я живу из Бадене а северный Рейн Вестфалия да нет нет земля Гельцов 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 Рейн на Вестфалле это стоп Майнс это Рейн Вестфалле ну вот это рядом я могу сказать Майн и Вестбаден Майнс на правом березе Рейна а Вестбаден напротив Майнс на правом я не понимаю вашего товарища есть в руках телефон ну это не товарищ это моя мама ну у мамки возьмите пожалуйста телефон на что их взять телефон а вы сейчас побачите на что берите телефон прикол ну взяли 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 відкривайте youtube а вы скажите как называется видео хунта киев зараз видеть и побачите себе на прямом эфире давайте види види хунта киев а а вы стример так ну трошки да трошки пытаюсь там выскочит наверху хунта киев хунта киев лайф таки лайф это вы там тролли москарю да да так да да мы просто с мамой серпеня с мамой там тоже была тяжкая ситуация да ну да так что такие справа выехали а я сам на протезе питание задать чего я не все все добре ніяких проблем с тем что где вы сейчас сейчас у меня нет а вы сами в Кольне жите нет я из Киева нет ну сейчас вы сейчас я в Киеве в Киеве да я в чатрулеции бачу где люди находятся дивно что Кольн видало то что Кольн до меня 300-400 км ну не знаю ну показывает Кольн я вот зараз вам покажу как оно в меня показывает вот дивится вот так мне показалось что что вы случайно не в соломенском районе нет не в соломенском так вы увидели себя на прямом эфире нет не что хунта Киев там будет аватарка украинские прапоры посередине нет нет а побольше не не одейска хунта а потом наверху хунта киев на все а а тут херсон херсонское направление наступление ВСУ на фронте видео а вот 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 стоп все мы вы с мамой теперь популярны да так больно так нормально вы что украинские женщины только все а после 80 еще еще все все доброе вам передают привет с казахстаном тут в чате також привет да будет бажание будет бажание подписывать ставьте пальчик под стримом это важно хорошего вечера хорошего троллинга слава украине героям слава дякую вам валентине шуме ролик дай и ла 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 лам лак папки Добрый вечер. Украина, Киевы откуда? В Лугодской области. Что-то спросить хотите узнать? Да нет, может у вас есть какие-то вопросы? Что там в Белгородской области постоянно что-то у вас происходит? Непостоянно, но иногда происходит. Ну как же непостоянно? Смотрите, позавчера ТЭЦ, вчера нефтебаза, сегодня два таджика на какой-то там типа тренировки, не тренировки расстреляли то ли 12, то ли 15 мобилизированных. Что не день, то истерика какая-то. Какие таджики? О чем вы говорите? А вы посмотрите, у вас скорее всего оно выскочит чуть-чуть попозже. В телеграм-каналах просто такая информация сейчас прошла. А вы всему верите? Так это ваш телеграм-канал. Это же не мой телеграм-канал. Не знаю, посмотрим. Да. Хорошо, так будет что-то, не? Какого-то или как бы вы все знаете, вы все... Смотрите, называется ваш телеграм-канал СОТА. Информация о стрельбе в военной части Белгородской области с погибшими и ранеными. По данным СОТА речь может идти от 22 убитых и 16 раненых. При этом стреляли трое военных, двое из которых были убиты на месте, а один сбежал. Ну, как бы, вот такая информация. Просто я думал, вдруг вы, ну, что-либо знаете по этому поводу, хотел у вас спросить. А при чем здесь ТАЖИ? На другом телеграм-канале их почему-то назвали людьми ТАЖИТСКОЙ национальности. Не знаю, у меня телеграм-канала нет, я не подписан. Я понял вас. Хорошо, ну, если у вас никаких вопросов нет, то да, пойду дальше. Окей. Хорошо. Добрый, всего доброго. Как замечательно они, да сами себя. Вообще, экономят время у нас вообще прекрасно. Слава Украине. Молодец, умничка. А что дальше надо говорить? Паспорт Российской Федерации у вас скоро тоже будет. Не, вряд ли. Зачем нам эта тряпка? Здравствуйте. Как ваше ничего? Все замечательно, а как у вас? Да тоже потихонечку выпиваем с друзьями. Ну, понятное дело, я же вижу бутылки. А Украина, Киевы откуда? Воронежка, Россия. Я понял. Что-то спросить, узнать хотели? Да нет, просто, знаете, там адекватным человеком сейчас попались, наверное, за все это время. Без негатива, без негатива, серьезно. Просто такой смех. Ни к чему-то. Это у товарища ты имеешь в виду смех? Да, в целом это какой-то такой. Я извиняюсь, как тебя зовут? Меня? Да. Егор. Егор, он же сосед твой, по жизни так смеется всегда. Там же ничего удивительного. В самом смехе, да, ничего. А из-за чего этот смех был, наверное, не совсем. Не принципиально. Слушайте, у меня вопрос. А что там происходит у вас в Белгородской области? Постоянно какие-то вот эти... Воронежской области. В Белгородской области. Что в Белгороде происходит? Пока знаем только по слухам, что происходят какие-то взрывы, которые нормальный человек не поверит в то, что это был хлопок, или нагрелось, или какая-то там типа... Может, покурили? Может, покурили, либо стер разводили в 50 километрах оттуда, и искор попал. Искор совершенно... Ну, ветер сильный просто. Хлопок, ни в коем случае это же не взрыв был? Не-не-не-не-не-не. Ни в коем случае платефицировать взрыв, как бы, ну, у нас не бывает взрывов. Нет-не-не-не. У нас хлопки, хлопки. Хлопки, да. Позавчера где там на нефтебазе, вчера в... Там где-то электрику дают, как ТЭЦ. А сегодня... Ну да, какая-то франция какая-то... Один дом был, а сегодня что-то... А сегодня там на тренировке Росгвардию расстреляли 22 человека. Убывает даже если... Победем, а я один, два. Я вам зачитаю. Информация о стрельбе в военной части в Белгородской области с погибшими и ранеными, по данным... У вас есть такой телеграм-канал, называется СОТА. Ну, на английском можно написать СОТА. По данным СОТА, речь может идти о 22 убитых и 16 раненых. При этом стрелявших трое военных, двое из которых были убиты на месте, один убежал. Ну, то есть, на самом деле, нормальная могилизация происходит. Ну, прям даже не доехав до Украины. Нет, знаете, такое случалось и до конфликта, в общем, на востоке вашей страны и на западе нашей. Слушайте, а как вы относитесь, как вы относитесь, вы же молодые люди, в принципе, плюс-минус призывного возраста. Как вы относитесь к тому, что... Нет, 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 уже призывной возраст у нас проект закончился. Нет, у вас он как раз только начался. У вас призывает до 65 лет. А, ну... У нас такая категория, что мы в последнюю очередь, возможно, призываемся. Геи? Тюма. Что-что? Геи? Нет, нет, просто Пеппо, Пеппо. Геи, я же фидорасы, говорит. Не, ну, мы же цивилизованные люди. На самом деле, это Валерий вообще без всяких там... На эту тему есть хороший анекдот. Это когда мужик приходит к врачу и говорит, что он гей. Тот ему говорит, наверное, вы известный дирижер. Тот говорит, нет, возможно, вы известный какой-либо музыкант. Тот говорит, да, нет, может быть, певец какой-то. Он говорит, нет. Он говорит, да, типа, батенька, не переживайте, вы просто пидор. И все. Я так и думал, что... Так что, поэтому... Слушайте, я же не знаю, по какой статье вас там отмазывают. Блин, вы так лояльно относитесь к нам, даже несмотря на то, что мы родом не из вашей страны. Удивительно. Но вы же не виноваты, что вы родились в этой стране, правильно? Это же вопросы к вашим родителям. Ну, это не виноваты. Ну, что значит он такой? Ваши родители, находясь на территории Российской Федерации, увидели друг друга. Через некоторое время появились вы. В чем вы? Вы же не выбирали страну, вы же не могли даже выбрать ее. И родители тоже не выбирали страну, они выбирали друг другу в первую очередь. Я понял. Ладно, вопрос. Как думаете, чем это все должно закончиться? Должно, но то, чем оно должно закончиться, явно не будет закончено так, как оно будет закончено. Нет, еще раз, простой вопрос. Сейчас происходит война между Украиной и Россией. Вопрос, как вы думаете, лично ваша субъективная точка зрения? Должно закончиться или закончиться? Закончиться чем? Ну, тем, что ровесники мои с Украины, их дети, никогда не смогут друг другом коммуницировать, как минимум, просто потому, что у нас очень сильно обиды друг на друга. То есть, мои внуки и правнуки только смогут коммуницировать с Украиной, просто потому, что был вот такой вот конфликт. Потому что мы не забудем, никто не забудет эту обиду. Какая обида? Вы о чем? О том, что ваши солдаты пришли в мою страну и убивают людей? Это должна называться обидой? Да, обидой. Ну, как вы это квалифицируете, так и будет для вас. Я понял. Так, вопрос-то вообще очень простой. Чем оно должно закончиться? Война между Российской Федерацией и Украиной? Она никогда не закончится тем, чем она должна закончиться. Она не должна была начинаться, понимаете? Этот вопрос даже, ну, не знаю. Боже мой, молодой человек, блин, вопрос же вообще идиотско-простой. Одна страна воюет с другой страной. Я, правда, не догоняю. Чем он должен закончиться? А что-то одно станет таким же? Либо Украиной станет Россией, либо Россией? Нет, никогда не станет никто никем. Либо просто, ну, в перемирии. Да ерундой закончится, это бедой. Бедой это закончится. Это закончится бедой. То, чем оно должно закончиться, оно никогда этим не закончится. Закончится бедой. Самое большое вообще, которое лично я в этой жизни делаю. Давайте я спрошу по-другому. У меня просто математический склад ума, вы, наверное, гуманитарий просто. На одну чашу весов мы положим экономическую и военную составляющую Российской Федерации. На другую чашу весов мы положим военную и экономическую составляющую тех стран, которые поддерживают Украину. Ну, типа Европа плюс Англия, Америка, Канада, Австралия. Вопрос очень простой. Российская Федерация вытянет? В зависимости от того, кто будет ее поддерживать. И в зависимости от того, готова ли она будет пойти до конца. Мне бы не хотелось, чтобы она могла пойти до конца или хотела. Кто ее будет поддерживать? Ее сейчас поддерживает Сирия, Северная Корея, Ретрея, страна в Африке. Ну, я понимаю, что в основном какие-то там, типа, как считают мировые сообщества страны третьего мира, но вопрос не в этом, вопрос в том, что, блин, она все-таки владелец ядерного оружия. И что? Ну, мне не хотелось бы, чтобы его применяли. Так его никто не применит. Ну, я этого не знаю. Потому что, ну, по логике, ну, блин, логика очень простая. Вы открываете огонь ядерного вооружения по Украине. Англия уже сказала, что, несмотря на согласование с НАТО, она открывает по вам. Вы откроете в ответ на Англию. Открою бы, что было. По факту, цивилизация Земля прекратит свое существование. Неужели Путин, у которого дочка в Америке, Лавров, у которого дочка в Америке, и всем этим чинушам нужно уничтожать Запад? Да вряд ли. А вдруг только Россия выпустит какое-то... Не, не бывает, а вдруг. А ядерная... Но такого никогда не было, мы же не можем знать. Типа в Тербурге. Англия заявила, что любое применение... Это на государственном уровне было сказано. Но это не факт, что это будет исполнено, это обещание, понимаете? Вот, например, на... Нет, англичане очень педанты. Просто у них не было случая доказать... Еще раз, Англия, это педантичная монархия. Она делает все до конца. Ну, Англия тоже будет проблемой. Да. Америка... Вы не слышите концовку, да? Не важно, кто ответит вторым, пятым или десятом. Вопрос о том, что Третья мировая война всегда заканчивается чем? Уничтожением цивилизации и земля. Все. Ее не помню, когда... Боже, я ему одно маним не... Да, твой человек. Привет. 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 Вы с Украины? Да. Да. Вы не будете меня обсирать? Нет. За то, что я русский. Ну, мало того, что ты... Что? Сделай, пожалуйста, на телефоне чуть-чуть тише звук. Хорошо. Диалла. Мало того, что ты из Российской Федерации, ты живешь еще в Мари... Правильно? Правильно. А город твой называется Ёшкарала. Чем тебе еще можно обидеть в этой жизни? Ты и так находишься в самом темном месте на земле? На земле. Нет. Да, солнце. Да. Подождите. Послушай... Противно и кратко. Я считаю себя богиней. Ты считаешь себя Реал Манитин. Боже, несчастный. Боже, несчастный. Так, давай. Боже, несчастный человек. Я когда ругаюсь, я говорю Ёшкарала. Ёшкарала, это у меня практически последний мат, который я знаю. Она живет в Ёшкарале. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Из Киева. Бас поганочуко. Из какого района? Не важно. Какие берут прав и лево? Теж не важно. Я в интернеті не даю про себя информацию. Я просто хочу зрозуміти... Я знаю, что вы из Киева. Я бачу, это по программе. Не. А как вы, до речи, а что за программа, что там... Ну, такая программа. Давайте зробимо... Проще. У вас есть еще один телефон в руках? Нет, нет. До речи, у меня один. Я просто хочу сказать, я знакомлю... Дуже погано чутно вы. 135 километров из Киева. Так вот. Горен, ёпта. Ну, если горен... Здравствуйте. Привет. Привет. Как вы, чем общаетесь здесь? Про разные, что вам интересно? Что вам интересно? Обо всем общаюсь тоже. Спрашивайте. Я из Украины, городки. О! Земляки. Нет, вы с Москвой. Какого земляка? Ну, как нет? Если да. Живу от Киева 220 километров. В каком городе? В каком городе? Житомирская область. Угу. Угу. Новоград, Волинский. Угу. Угу. Ну, зайдите в гугл. Я знаю, где Новоград, Волинский. Да. Что с 5-ю можно хочешь? Нет. Всё, давайте. Субтитры сделал DimaTorzok Вечер добрый Привет Как у вас геополитический настрой? Нормально, как у вас? Да ничего, тоже спокойно сладко было Пока еще не призвали Я понял Но вы уже как бы внутренне готовы идти в другую страну воевать? Да внутренне-то никто не готов Как можно быть готовым на смерть? Ну это да Все должны понимать, что с вашей стороны, что с нашей Это же кто-то должен идти Потом, что с нашей стороны, какая разница? Большая У нас люди защищают свою землю от оккупантов А ваши просто напали и убивают наших людей Ну, с одной стороны С другой стороны Ваши войска в моей стране Зачем ваши войска в моей стране? Ну Можно я скажу? Да, пожалуйста Ну, это как бы разговор по фу Я ссориться не хочу, просто поговорить А с другой стороны Почему Луганск, Донецк с 14-го года долбали? Просто Потому что вы там находились Мы выгоняли вас оттуда Ну там же тоже были мирные люди Такие же обычные гражданские люди Ваши люди находились там Если бы ваши люди не находились там Никто бы ничего не делал бы Я согласен Наши люди находились там Все, нехрен туда надо было заходить Надо было не приходить А мирные-то люди Мирные-то люди страдали Причинно-следственная связь Причинно-следственная связь Вы пришли Мирные люди Начали страдать В других областях Полтавской Киевской Черниговской Сумской Вас нет Люди не страдают Вы приходите И люди начинают страдать Вопрос Хрена вы пришли в мою страну Ладно, с другой точки зрения А как референдум провели И они приняли Референдум на захваченной территории Какой референдум на захваченной Может быть территории По закону Украины Любая часть имеет право на самоопределение Но референдум Они сама определились Нет, сама она не может определяться Нет, сама не определяется Референдум должен быть на всей территории страны И все говорят Да, пожалуйста, вперед с песнями Живите как хотите Все, она отсоединяется Но только на всей территории А не на отдельно взятой Это то же самое, что я приду К тебе домой Зайду на кухню и скажу Все, кухня моя Мы провели референдум И я решил, что кухня моя Не, ну на кухню ты не можешь прийти Не вопрос И заберу кухню На референдум-то я провожу Нет В Россию пришла Скажем Правильно На референдум-то проводили Сами жители Нет Сами жители не проводили Вы пришли туда И сделали Псевдореферендум Поэтому вы Виноваты в том Что там Сейчас происходит Только так И никак по-другому Не надо было приходить Иначе все Но опять Ну как не надо было приходить Смотреть С другой стороны Почему Луганск Донецк Долбали Вопрос Не даже Вопрос Смотри У меня очень Хорошее выражение нашел Россия Удивительная страна Враги нападают на нее Не покидая своей территории Грузины нападают на Россию В Грузии Сирийцы нападают на Россию В Сирии А украинцы в Украине И вы всегда И лезете как спасители Нехрен к нам лезть Вы полезли не туда куда надо Вот Один еще вопрос задан Тогда такой Вот если так пошло Правильно Может ты говоришь На кого Россия Хоть раз нападала Вот кроме Украины Молдова Кому Молдова Войну объявляла Молдова В Молдове сделана Приднестровская народная республика Никому не нужная Серая зона Между Россией нападала Благодаря России Сделана Приднестровская народная республика Правильно? Второе В этом самом В Грузию Вели войска Вели Воевали в Грузии Воевали Дальше Абхазия И не Абхазия А Армения И Азербайджан Оказалось Что и вы там нос засунули Засунули Девяностые года Чечня Схрена ли вы полезли туда 300 тысяч чечен До свидания Так чечня Это Россия Серьезно? А люди хотели Жить самостоятельно Чечня Не 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 Чечня Хотела отсоединиться От вас Но вывели войска В хлам Разгромили Грозный Просто в хлам И умер Америка хотела Америка хотела Америка Сейчас Украина развалила Это разве не Америка А Украина Ну конечно Американские же войска В Украине Правильно На Абрамсах Америка На Абрамсах В Украине Не Россия Америка С войсками Натовские флаги Американцы Стреляют с автоматов По украинцам Да Ну конечно Это Америка То есть Американцев Нет у вас У вас нету Эти Всего Не будь Дебилом Я у тебя Спрашиваю Чьи войска Какого государства Сейчас находится В Украине Кроме украинских Российских войска Кто напал Ну зачем Российская территория ЛНР ДНР Нет Это временно оккупированная территория Украины И сейчас В районе Луганской области Далеко Глубоко Уже Наши Зашли Губернатор Луганской области Губернатор ДНР Они Блять Путину Дали заявку Вступить В состав Российской Федерации Ты один такой дурак В Володограде Я не оскорблял Извини Ты сейчас глупость говоришь То что Какой-то дурачок Дал заявку Вашему президенту Это не имеет Никакого Значения Значение имеет Только то Что ваши войска Находятся На нашей территории А наши войска Вооруженные силы На своей территории Находятся на своей территории Если вы считаете Это своей территорией Значит Война идет В Российской Федерации Правильно? Да Да Так и есть Значит мы у вас заберем Из-за чего Получилась Частичная мобилизация И все остальное Значит Мы Заберем Эту территорию Обратно себе Вот и все Как сейчас происходит На Херсонском направлении Как сейчас это происходит На Луганском И Донецком направлении Не проблема Ну дай бог Повезет Так получится И кто спорит Никто не спорит Везение здесь ни при чем Везение не имеет Никакого значения Наши вооруженные силы Забирают территорию назад Везение Да Я считаю Что у вас не получится Так уже получилось Уже с Херсона Вы Ваши эти Гауляйтеры Запросили Перемещение Своё На территорию Российской Федерации Уже сейчас Уже слиняли Этот Стремноусов И Как его Сальдо А в Лимане Хороший Замечательный Котёл был Там где Утилизировали Порядка Трёх Или четырёх Тысяч Человек И Всё Уже За Лиман Зашли Уже Далеко За Лиман Ну Относительно Далеко Там 50 или 70 километров Я не знаю Но Уже туда Зашли А на Херсонском Направлении Так же Уверенно Топаем Вперёд Странно Тоже Вот С другими Разговариваю По Чатру Литки Они Рассказывают Что Уже Наши Уже И Возле Петусуются Где Возле Киева Тусовались До Этого Тусовались Да Пару Мин Хорошее Количество Не Хорошее Большое Количество Месяцев Назад А потом Получили И Покатилось Всё В обратную Сторону И вот Это Движение К границам Российской Федерации Оно Не заканчивается Медленно Но Уверенно То есть Например За Вчера Освобождено На Херсонском Направлении Это Новая Васильевка Новая Каменка Трифоновка И Красная Ну То есть Официально Подтверждённая Информация А Дай бог Что ж Дай бог Так оно и будет Мы заберём Луганскую область Донецкую область Часть Оккупированной Запорожской Часть Оккупированной Херсонской Крым Заберём Это Всё Назад А Как Вы Будете Дальше Жить Вот Это Большой Вопрос Ну Думаю Тут Уж Точно Вам Не Повезет Ребят Призвали У нас Сколько Мобилизации Много Народу Сколько 300 300 300 В данный Момент 222 Тенеч Прекрасно Ты Причеряешь Сколько Похоронок Придёт Это Беда Ты Представляешь Сколько Похоронок Теперь Будет Ити К Вам Может После Этого Вы Поймёте Что Немножко Вы Не То Делаете Да Чё Не То Как Не То Мы Держим Не Охраняем Свой Народ Вы Не Охраняем Это Русские Люди Вы С 14 Года Их Долбали Вы Не Считали За Людей Вопрос И Вы Хотите Что Это Ваша Территория Чё Будет Посмотри Просто Скажу Ладно Отступим Отдадим Вам Дальше Обратно Луганск Донецк Ну Крым Я Не Отдаю Сто Про Что Вы Сделаете С Людьми Которые На Луганск И Донецке Это Вас Парить Не Должно А Вы Живко Уничтожите Вас Парить Не Должно А Ты Разобрался Услышь Меня А Ты Разобрался Что У вас Белгороде Происходит Например Постоянно Какие Хлопочки Белгороде И Белгороде Происходит И в курсе Я В курсе И в курсе Тоже Дальше Больше Но Ничего Страшного Конечно Ничего Страшного Я Говорю Дальше Больше Ты Не Слышишь Меня Да Ой Боже Мой Ты Даже Не Понимаешь Что Скоро Мусульманские Вот Эти Все Буддийские Республики Они Подсоединяются От Вас И Останетесь Вы Там Я Не Знаю Сибири В Одну Сторону Пойдет Кавказские Республики В Другую Сторону Пойдут Останется От Рашки Нам Москва Московская Область По факту Или Ты Думаешь Что Вы Так Сильно Могу Просылает Что Слушай Смотри В 89 Году Если Бы У Кого То И Жители Советского Союза Спросили А Может Ли Советский Союз Развалится Сто Процентов Все Бы Сказали Никогда В Жизни А В 91 Году Хлоп И Нет Такой Страны Так И У Вас Вот Так Хлоп И До Свидания Поверь Мне Ты Просто Будешь Присутствовать При Этом Ну Посмотрим Поживем Мы Видим Конечно То Будет Значит Будет А Будет Не Будет Будет Ты Просто Понимаешь Большая Разница Между Тем Как Живут И Воспринимают Жизнь Например В той же Украине И Как Воспринимают Российской Федерации У Нас Когда В Четырнадцатом Году Был Майдан И Мусора Били Людей То Люди Подскакивали Давали Мусорам И Оттаскивали Людей Освобождали Их У вас Мусора Бьют Людей А Вся Толпа Стоит Снимает На Телефончике Со Словами Позор Позор Вы Стадо Которые Могут Слушаться Только Пастуха И Все А У Вас Это Только С Ютуба Что Ли Взято Я Не Знаю У Нас Такого Нет Нет Туда Живем Мы Спокойно Нормально Никто Нет Если Вы Живете Спокойно Все У вас Хорошо Вопрос Зачем Мобилизация Ведь Регулярные Войска Российской Федерации В размере Примерно 130 130 150 Тысяч Зашли В Украину 130 150 Тысяч Шойгу Сказал Что Было Убито В районе Шести Тысяч Солдат 150 Ты Не знаешь Шойгу Говорил Если захочешь В интернете Посмотришь 150 Тысяч Шойгу Сказал 6000 Погибло Все Пускай 10 Ладно 10 150 10 140 Тысяч Так Если 140 Тысяч Еще Есть Вопрос Зачем Еще 300 А может Вам Брут Может А это На реакцию Европы Что На реакцию Это Мобилизация На реакцию Европы Какую В Польше Видал Что происходит Что происходит Ваша Дружная Стране Что происходит НАТО Активировалась Туда Техники Нагнолон Для Этого Мобилизация На всякий случай Мобилизация Какая Акция Будет От Европы Смотри Мобилизация Мобилизация Для того Чтобы Их Вооружить И оставить На территории Российской Федерации Это Одно Нет Вы Бросили Воевать В Украину Поэтому Они Не Не Скажи Я скажу Они Это Война В которой Вы Бросаете Свой Народ В другую Страну По Факту Это Не Ответ Европы Это Что-то У вас Не То Происходит Потому Что Может У вас Потерей Намного Больше Чем 5 5 6 Тысяч А вам Просто Не Говорят Может Вы И так Происходит Что Скажет Может У вас Там Не 150 Факты Это Как И У вас Никогда Не Будет Говорить Кто Вам Может Стать Сказать Официальные Факты Если Вы Бесправные Животные В Своей Стране Вы Не Можете Ничего Вы Даже Президента Не Выбираете Вам Ставят Его Зачем Но Президент Хороший У нас Как Может Будь Хороший Президент Все Его Любят Как Может Вопрос Как Может Быть Президент В Стране В Демократической Стране С 90 Годов Сейчас Уже 2022 Год А он Еще Президент Вы Понимаете Что Президента Выбирают На Один Срок Президент Президента Он Молодец Он Поднял Страну С колен Он Поднял Армию Хороший Президент Что Было Сделано Хорошего Вашей Стране За Его Правление Первым Делом Пенсии У Бабусов Стали У всех Получать Вовремя Без Задерживания Первое До этого Задерживали Да Так Это Это Чмо Которые Были Это Конченые Он Сделал Что Стали Пенсии Получать Это Не Заслуга Президента Он Чем Вообще Должен Заниматься Президент Он Поднял Страну Вопрос Он Сделал Что Зарплата В России Была Ребка Платилась Что Делает Президент В стране За что Он Отвечает Ну Скажи В двух словах За что Если я Такой Дурак Президент В любой Стране Отвечает За Внешнюю Политику Его 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 Государства Не За Внутреннего Он Секунду Он Не Должен Заниматься Пенсиями Это Не Прерогатива Президента Он Не Должен Ездить И Принимать Например Как Уложили Асфальт Это Не Президент Это Губернаторы Это Еще Кто То Это Не Президент Так Что Когда Ты Говоришь Что Вашим Бабушкам Начали Выплачивать Пенсии Это Не От Него Зависит Но Это От Его От Его Подачи Он Когда Пришел К власти Стало Это Все Добре Хорошо Это Капец То 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 Он Взял С Кармана Ну Так Ты Не Разбираешься Взрослым Он Вышел Мировые Лидеры Серьезно Китай Нахуй Ему Народ Поклоняется Ему Блядь Пол Блядь И Азии Поклоняется Серьезно Да Вас В Европа Вся Боится Боже Мой Вас Вся Услышь Меня Вся Европа Взду Путина Услышь Меня Вас В Хер Не Ставят Вашего Президента Не Приглашают На Нина Джей 8 Ой Джей 7 Может Быть Может Быть Его Пригласят На Джей 20 Может Быть И То При Условии Если Наш Согласится Если Ты Знаешь То Была Это Восьмерка Потом Она Стала Семеркой Когда Вас Выгнали Когда Вас Выгнали Говорю Правильно Почему Она Нах Не Нужна Путину Это Джей 7 Боже Какой Ты Дебил Это Это Мрак Слушай Я думал Ты умный Мужик Идешь Нахер Лидеры Собрались Великие Государства Приняли Туда Российскую Федерацию Все Стала Джей 8 Типа Восьмерка Мощных Стран На Определенный Этап Сказали Вот Этого Лоха Нахер Отсюда Все Стала Джей 7 Он Говорит Нам Там Делать Ничего О Боже Мой Нефть Поднял Нефть Поднял Рашку День Стоило 12 8 12 Долларов 8 12 Долларов Она Стоила После того Что Это Откуда Такая Цена Чтоб Ты Понимал Дев Цена Это Было Сделано Для Того Чтобы Развалить Советский Союз Он Ее Не Поднимал После То Как Советский Союз Развалился Нефть Опять Отпустили На Рынке В Относительно Свободную Продажу Назовем Это Так И Началась Подниматься Цена То Есть Он Не Поднимал Ее Так Причем Здесь Ты Работал На Нефтянке Ты На Нефтянке Работал Гайку Крутил Или Ты Тендеры Заключал С другими Государствами 10-15 Долларов Стоила На Мировом Рынке Цена На Нефть Ее Опустили С Цены Примерно 45 Или 46 Долларов Опустили Чтобы Рентабельность Этой Цены Была Не Выгодно Советскому Союзу Продержали Определенный Перевод Времени И Рашка Ну Советский Союз Развалился Потому Что Денег Я Говорю Что Путин А я Думал Просто Что Ты Сказал Что Поднял Вот Что Поднял Рашку А Вот Что Поднял Рашку Все Понятно Я Понял Ладненько Полетели Дальше Путин Путин Кстати Не забываем Подписаться На канал Хунта Киев Лайв Хунта Киев Резерв На Резерв Прошу Подписаться Потому Что Это Запасной Канал Также Не забываем Про Донаты В Описании К Видео И Про Патреон Ссылочка На Патреон Тоже Под Видео Подписывайся Это Важно Том Идеич Привет Привет Как у тебя дела? Хорошо Спасибо Ты Откуда? Я Из России А Ты А Там Где Ты Сейчас Ты Давно Живешь? Переехала? Я Не Переезжала Никуда Ты Сейчас В Амстердаме? Нет А где? Я В России Не Надо Мне Врать У меня Стоит Программа Которая Видит Где Находится Человек А я Программа Если Я Прекрасно Знаю Как Работают Эти Программы Если Если Ты Поставил Лобби Плен У Меня Показывало Бо Страну Не Россию А Другую А Так Чатрулетка Показывает Якобы Ты Из России А Вторая Программа Показывает Твое Местоположение Какое Ты Скучно Ага Будет Она Мне Рассказывает Где Она Находится Как Разговариваешь Здравствуйте Привет Вы Честно Вот Со Своим Задним Видом Производите Впечатление Серьезно Видите Как Замечательно Украина Киев Ты Откуда Непонятно Чего Только Не Принципиально Хотелось Бы На заднем Плани Видеть Компанию РНТВ Нет Вряд ли Но Я Эту Помойку Даже Не Воспринимаю Как Компанию Нет Ваш Ты Скажи Откуда Ты Вопрос Откуда Ты Вот Вопрос Я Первый Задал А Я Из Украины Город Киев Хорошо Я Из Города Тюмени Россия Ближе К Первой Тест Или Второй Тест Живешь Посередине Посередине Я Понял Хорошо Что-то Спросить Узнать Хотел Откуда У вас Такая Информация Первый Второй Тест Ну Как бы Это же Известные Факты Ты Далеко Ты Далеко Живешь Откуда Люди Не Посвященных Это Не Известный Факт А Ну Не Принципиально Ты Далеко Живешь Это Очень Интересно Хорошо Вот я Тоже Снимаю Мне По Приколу Интересно Зать И Это Добавится Вашему Амплуа Вообще Я Вижу Где Ты Находишь Можете Сказать В камеру Как бы Сейчас Привет Я Вижу Где Ты Находишься Это Здорово Улица Правсоюзная Далеко От тебя Очень Замечательно Это Хорошо Это Уже Плюс Это Я Знаете Одно Могу Сказать Вы Короче Это Кто Она Мне Даже Не важно Возможно Лицо Моё Знаете Там Не Там Женя И Денис Но Хочу Знаете Что Сказать Вы Вот так Ручкой Помахайте Зачем Ну Просто Для Меня Можете Не Хочу Нет Не Хочу Ну В принципе Не Обязательно Конечно Вы Что Жен Можете Про Меня Сказать Нет Не Хочу Ничего Не Не Степен Не Будет Не Так Салам Алейкум Алейкум Асалам Добрый Вечер Здравствуйте Ну Добрый Вечер Говорю Сказал Здравствуйте Уже Не Услышлен Сеть Пропадает Плохой Интернет У вас У нас Отличный Ага В Краснодаре Провели Качественный Интернет Давно Уже Это Хорошо Украина Киев Какой-то Возможно Вопрос У вас Будет Нет В основном Вопросов Нет Хотел Спросить Чем Украинский Борщ Отличается От нашего Кубанского Хотел Просто Ресепс Спросить Если Честно Девочек Набрал Некоторые Ингредиенты Скажите Некоторыми Ингредиентами Ну Просто Ну Интересно Ну Прям Очень Интересно А в интернете Не нашел Этого Ну Что же Я могу Не могу Помочь Не повар Да Не Я знаю Только я Ну Смысла Не вижу Рассказывать Какой основной Ингредиент Добавляется Борщ Одни Добавляют Чуть Больше Фасоли Вторые Фасоли Не дают Вообще Третье Свеклы Больше Дают Третье Не дают Четвертое Говорят Что Обязательно Нужен Чернослив Туда Пятая Говорят Чернослив Не нужен Вообще Каждый Чернослив Первый Раз В жизни Никогда Не пробовали Больше Чернослив Обалдеете На Последних 15 минут Готовки Просто Бросьте Знаете В пакетах Продается Чернослив Но Уже Порезанная Скажем Вот Забросьте Туда Под Концовочку Вы Давите Одно Два Зубка Чеснока Ну Чеснок Всегда Вот И туда же Чернослив Ой Получите Массу Удовольствия Все Надо Вы Попробовать Спасибо Большое Да Пожалуйста До свидания Привет 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 Сейчас Какого Города Город Киева Город Киева А ты Откуда А ты Откуда Что Ваша Какого Какой-то вопрос Есть Хочешь Что-то Спросить Как у вас дела Там Война В стране Война В стране Да я Понял Вообще Сработает Все Прекрасно Все 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 Хорошо В этом Плани Нормально Конечно Конечно Что у вас НОИТО Как же Ничего А Могилизация Ваша Могилизация Ну а как По-другому Могилизация Ну блин Я не знаю Я просто Полгода У вас Там Почти Был Много Бирных Любил Я Инструктором Работаю Ну это Все Будут Рассказывать Потом Сиди Что Они Там Инструктор Они Были И Все Остан Ну Я Реальный Инструктор Ага Ага Так Я не знаю Что Тебе Спросить Инструктор По Физической Подготовке И Снайперской Стрельбе Не Ну хорошо Я Вопрос Что Ты Можешь Еще Рассказать Да Что Рассказать По факту Ничего Рассказывать Знаешь Я Вот Сейчас Скажу Ты Мне Такой Вопрос Задал Блин Много Мир Бил Блин Ты Служил В армии Конечно Конечно Ты Знаешь Устав Что Такой Конечно Конечно И Ну Ты же Понимаешь Что Как бы В уставе Прописано То Что Мир Наск людей Убивать Нельзя А зачем Был убивать Ваши Солдаты Зачем Убивать В случае Военной Оператор Вопрос Ваши Солдаты Зачем Убивают Это Артиллерию Убивает Не 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 Смотри Я тебя Не буду Рассказывать Ты На прямом В эфире Сейчас я тебе покажу Тут что-то Спрашивать Окей Буду По поводу Ну По поводу Без повода Может Кто-то Спросит А что Ты делал Там Украина Ты Скажешь Я Не Не А они Скажут А мы Тебя Видели В интернете А ты Другое Говорил Так я же Инструктор Я же Еще Говорил Не 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 Это Уже Не Интересно Никому Не Будет Ты Приехал В другую Страну И Вел Себя Неправильно Я так Думал А ты Не Думаешь Что Я могу Допустим Себя Обмануть А это Ты Не Будешь Говорить Зачем Ты Мне Мне Это Не Нужно Говорить Ты Сказал Все Я Тебя Прошу Зачем Мне Что Еще Это Ты Не Мне Доказывать Будешь Это Другим Людям Доказывать Мне Не Нужно Ничего Доказывать Много В Чебоксарах И В Чувашии Уже Забрали Боевать В Украине Чего Забрали Боевать В Украине В Чувашии И Чебоксар Много Забрали Ну Я Не Думаю Что Много Человек Наверное А Много Уже Не Верну Ну Достаточно Да Ты В следующий раз Не езжай Не едь В Украине Один раз Повезло Второй раз Может Не повезти Друг Нет Нет Друг Нет Не Друг Почему Покачану Ты приехал В мою страну По факту Ты окупал Ты кого Конструктировал Как ты говоришь Снайперов Которые в паховую область Научили стрелять Не надо мне рассказывать Не надо мне рассказывать Бля Ваши тоже Не ангелочки Эти Это ты не мне будешь Сказывать Все Давай Мне не интересно Главное Что ты все сказал Теперь Хай труситься Здравствуйте Здравствуйте Украина Киева Откуда Россия Тебя Что-то у вас Со звуком Немножко Что-то То ли басы То ли я не знаю Ну увеличенные Очень сильно Ну бывает Такое Что ты говоришь Алло Здорово Боже мой Сам флажок держать Не можешь В Курске У себя Заставляешь Кого-то держать Беда Там много Конечно Их там много 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 По всей стране Сейчас В Российской Федерации Будет много 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 Где же люди Хорошие Веселые Замечательные Здорово Веселые Веселые Замечательные Такие Такие Наименования Веселые Веселые Боже Что меня Поправляете Вот только Я Не разумею Не разумею Твердое Произношение Твердое Произношение Не разумею Як ваша Мова Вообще Мова Не становится Вот Як Як Будет Фомле На Мове Призвища А на Фомелис Як Слушайте Сейчас Вырится У нас Головы Видите Вы Мовы Не Разумеете А ну Ко Мне Ради Прикола Я Где-то Записывал Некоторые Слова Серьезно Это Множественное Число Правильно Что У нас Получается Однофамилец А Так И Будет Однофамилец А Если Хамиля Призвища Да Так Ну Весело Сретенского Монастыря Знают Кто Его А Он Завис Видите Я бы С удовольствием Но он Завис Ладно Давайте Полетели Дальше Ну Нет Добрый Вечер Или Что Мне Надо Ответить Я не знаю Вы так Замолчали Молчите Молчите Думаю Ну Я Помолчу Потом Смотрю Вы Не Переключаетесь Такое Дело Ну Вы Не В постели Не Раздеты Уже Хорошо Ну Это Логично Я же Выхожу В общественное Место В общественное Место Выходить Раздетым В постели Сидеть Жрать Что-то За столом Это Считается Фу 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 Ну Не все Это Понимают Ну У кого Интеллект Выше Табуретки То Должен Понимать Может Быть Действительно Я из Украины Город Киев Откуда Россия Город Ну Ульяновск Область Не город А Так же Есть Город Ульяновск Вы же Оттуда Ну Я не из города Области Хорошо Возможно Хотите Какой-то Вопрос Задать Спросить Нет Почему Я сама Не люблю Вопрос Завать Хотя Не люблю Вопрос А что Вы тут Делаете А почему Вы не Спите Вопрос Почему Не Спите Ну Почему Да А почему Потому Что Я не хочу Спать Ответ Вообще Элементарный Я не Хочу Спать Поэтому Я и Говорю А почему Ты не Хочешь Спать Дальше Какие-то Такие Страны Нет Дальше На вопросы Не 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 Вы Что О чем Если Я хотела Спать Наверное Я бы спала В это время Конечно А на вопрос Почему Вы здесь Я бы На вашем месте Наверное Сказал Что Зоопарк Закрыт Решила В чат Рулетки Посмотреть Ну Типа Время Вы видели Уже Типа Там 12 часов Зоопарк Закрыт Есть Только Зоопарк Здесь Поэтому Захожу Типа Смотрю Общаюсь Смотрю Спасибо Подымить Ввиду Как-то Так Ладно Давайте Какой-нибудь Вопрос На который Я должен Знать Ответ Я вам Отвечу И пойду Дальше Знать Я не готовилась Давайте На любой Вопрос У меня Нет Такого Любой Смотрите Вы можете Задать Сейчас Любой Вопрос Кроме Личных Ну Как На строительном Горде Кейв Нормально Все Хорошо Народ Ходит Дети Гуляют Все Прекрасно Я Очень Рада Асфальт После того Как попали Ваши Бомбы В город Киев Лежит Уже На месте Это В районе Я Видел Памятника Детской Площадки Я Очень Рада Замечательно Полетели Дальше Искать Зоопарки Веселых Зверей Все Вам Хорошее Да Давайте Добрый вечер Давайте Кого-то Хорошего Еще Будет Весело Какие-то Все Такие Привет Привет Как твои дела Отлично Ваши Как Замечательно Прекрасно Удивительно Украина Киев Ты Откуда Оренбург Соврал Давай Вторая Попытка Оренбург Самарская Область Давай Сам Назовешь Самарской Области Город Россия Оренбург Ты Самаре Я В Оренбурге В Оренбурге Да Замечательно Что-то Я на самом деле Думал Что ты Самара Ну Возможно Я ошибся Хорошо Какой-то Вопрос Хочешь Задать Спросить Узнать Да Нет Зачем Туда Ты Общаешь Рулетки Если Тебе Ничего Не Интересно Ну Пообщаться Вдруг Кому-то Что-то Интересно Что Именно Я Должен Спросить У Тебя Правда Ли То Что Оренбург Платки В свое Время Проверяли Продевая Их Через Обручальное Кольцо Или Степень Падения Оренбург Платка Когда Его Забрасывали Нарверх Должна Быть Определенная Он Не Должен Был Сразу Упасть А Очень Медленно Вот Это Падает Там Определенный Период Времени Или Из Какого Вида Тканей Или Шерсти Должны Были Ткать Оренбург Платки Ты На Какой-то Из Вопросов Смож Ответить А Зачем Это Знать Ну Ты Живешь В Городе Чем Славен Оренбург Оренбургскими Платками А Если Не Отсюда Причем Здесь Не Отсюда Ты Жив В Городе Сейчас Как Ты Сказал Ну Ну Ты Должен Знать Хоть Что Про Город Я В Городе Четыре Месяца Я Должен Знать Историю Платков Четыре Месяца Нифига Себя А Сам Городом Откуда Казахстан Ты Из Казахстана Приехал В Оренбург Да Да А Зачем Квартир Купил Здесь Ты Казах Я Казах Скажи Мне Ты Казахский Знаешь Жакс Оте Алгаш Казахстан Да Алгаш Казахстан Замечательно Скажи Мне Пожалуйста На Казахском А Вопрос Нет Откуда Из Казахстана Активинск Скажи На Казахском Пожалуйста Я Вышел Из Дома Передо Мною Проскакало Четыре Лошади Одна Из Них Была Пегая Ну Вы Конечно Сказали Но Знаете Мы Казахский Язык Изучали С Первого Класса Но Все Русским Людям Он Давался Гораздо Сложно Ты Сказах Что Ты Казах Поэтому Я У тебя И Спрашиваю Я Казах По Паспорту Хром Тау Скок От Тау Я Понял Хром Это Хром А Тау Это Горы 60 Км Отлично Я Просто Долбоеб Там Работал Ездил 105 Км Может Немножко Не той Дорогой Там Одна Дорога Я Понял Возможно Я Чем То Не Прав Нет Серьезно Я Горю Вам 105 Км От Актюбинска До Хром Тау От Центра Города До Центра Города Хром Тау А кем Ты Там Работал Я Работал Снабженцем Снабженцем А что Ты Снабжал У нас Такой Прикол Есть Кем Я Работал Снабженцем А что Ты Снабжал Это Такое Игра Слов Не Обращай Внимание Я Понял Вас Да Мы Оттуда Возили Метал По Как Это Сказать По Тендеру Вот Мы оттуда Закупали Метал Я Был Снабженцем В том Плане Что Там Работала Техника Там Работали Люди Я Снабжал Соляркой Одеждой Жильем И Снабжал Логистические Пути Делал На самом Деле Да Нормально Платили Да Так А что Уезжать Если Нормально Платили Или Сейчас Тебе Здесь Платят Больше Так У меня Есть Квартира И Здесь А И В Актюминске И Здесь Здесь Я Купил Недавно Здесь Я Работаю Тоже Здесь Просто Платят Больше Ты не Думаешь Что В определенный Момент Могут Постучаться Образно Говоря Дверь И Дадут Тебе Здесь Повестку А В Казахстане Бо Не Дали И В Казахстане Могу дать И Здесь Могу дать Но Здесь Могу дать Просто За то Что Ты Россиянин Я Не Россия Ну Так Так У меня Паспорт Казахский А Так Тебе Здесь Не Дадут Ну По Факту Если Ты Казах Да А Вдруг Без Паспорта Выйдешь Тебе Скажут Ты Россиянин Ты Скажешь Нет Я Казах Посмотри На Семь Зеркало Не Скажут Ты Думаешь У 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 Какой Возможный Вопрос Будет Ко Вообще Ничего Узнать Не Хочешь Власт Ты Не Удивило Что Какой Либо Вопрос Спокойно Тебе На Казахском Вы На Казахском Ничего Не Сказали Но Когда Я Говорил Про Храмтау Сколько Да Не Удивило Может Почитали Где Ну Хорошо А Как Ты Относишь К Заявлению О Захвате Северных Областей России именно их я не слышал об этом я задумался сказал что некоторые северные части там захвачены всякое такое не может быть такого не может быть заявление российской федерации чтобы такого государства как там вообще не существует не может быть такого тоже не может быть хорошо нет возможно некая другая информация но в здешних источниках такой информации вообще нету и казахстан прекрасно относится к россии россия казахстан тоже серьезно нормально казахстан относится к россии а что же там происходит почему туда россияне все бегут казахстан казахстан из-за мобилиза от мобилизации боятся быть призванными на войну да я так понимаю да как раз вы спрашиваете сами казахи как относятся к тому что россияне туда повалили они помогают россиянам куча видео такая помощь шикарная цены взлетели на квартиры прям нет это знаете первые два дня основное потом было позже посмотрите что сейчас происходит сейчас все отлично через они спрашивают крым чей если человек начинает ляпать какую-то ерунду ему прям по этому ляпальнику и прилетает нет это был в казахстане я приехал к маме и до меня на улице доебались наше же катахи вот и у меня спросили тоже чей крымецкого казахстана они охуели зачем ты материшься я говорю как есть до меня доебались третий раз матехнулся зачем деф я тебя просил что-то написать чтобы я у него спросил на казахстан ты же спросил хромтау сколько надо активистка вот надо было что-то такое написать было бы интересно чтобы я такой раз глазом подсмотрел и что-либо спросил было бы забавно ладно давайте еще одного-двух человек и на сегодня наверно пьяность ну вдруг будет кто-то такой то я вас попрошу двухсотых или трехсот и будущий бог его знает и будущий трехсот или двухсот и скажи честно через плечо я тебя спрашивают ты эту тряпку на себя натянул зачем тряпка у тебя на обоих не но у меня обои хорошего качества иди закрой ротельник фу не хочу с такими даже говорить в родном украине как здоровье нормально прекрасно здоровье как относишься к войне плохо отношусь сквозь никому не нужно зачем ты материшься ты за столом с барышней сидишь но зачем ты мотивируешь или ей приятно что ты матюкаешься ко мне это вообще не без разницы рядом с тобой сидит дома поэтому у него попроси прощения это моя женщина вот повернись к ней пожалуйста я тебя прошу как давай казахстан выйдем давай сейчас еще чуть 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 блин я не вижу казахстан а вот казахстан выходим казахстан украинец алга-казахстан витая народу украины спасибо призрачу дякую вашему народу дякую казахстан очень украинцы украинцы не матюкаются полярица твердо там твердое произношение матри полярица внутри баты хан но не баки не баты или например батыр батыр а это полярица как будет сканица полярица полярица ты мягко произносить твердо твердо полярица 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 а вы откуда киев киев алматы казахстан а как вы относитесь к этим бедецам из российской федерации они сейчас попроще ведут учите сука казахский язык и мразота вы им напомните кто такой батыр хан они думают они там самые великие они откуда у них вот это блять ебать не матюкайся извините они думают что они там небожидели не не теперь вы их можете брать настройку так хорошо звук такой себе звук такой себе звук ну забывай алга казахстан ухты казахстан казахстан вы казах нет я не казах а что вы делаете подошли делать в казахстане здесь родился и вырос казахстан знаете я не хочу спать так ладно что у нас еще есть казахи какие есть деф а ну напиши пожалуйста что-то мне на казахском только чтобы я сразу понимал что там написано а я как раз дальше в казахстан полезу алга казахстан слава украине а героям слава девчонки вы откуда я понял что с алматы с астаны как там у вас нормально да вы как относитесь к этим гастарбайтером из россии что приехали к вам не очень слушайте я я возможно неправильно спрошу кайдан баласын это означает откуда ты да он такой молодец что у вас еще хорошего как ничего но даже должно же быть что-то хорошим все хорошо все замечательно да как правильно называется вот это у вас вот здесь никак хижки как никам никаму бб никаму никабу да никабу а а почему у одной темной а у второй синие просто платки разного цвета а просто вот не больше того сушите еще такой вопрос но у вас же сейчас 3 23 утра но типа ночь глубокая чего не спите не хочется серьезно а завтра такие за такими глазами я помню я не знаю но есть у вас мобильный телефон с собой еще один да откройте там youtube открыли введите там хунта киев там наверху выскочит хунта киев лайф зайдите на канал зайдите на прямой эфир а ничего себе есть да и замечательно это хорошо потому что я искал думаю на ком бы кто бы был бы последним приятным собеседником попались две девчонки из прекрасной страны казахстан как вас зовут кстати а можно конечно конечно сори 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 да окей все замечательно вам приятных собеседников ну как бы всего-всего хорошего вам тоже окей да слушайте вася на самом деле у меня ощущение было что укусил комар поэтому я начал его там блин ну пашет себе в скажите я скажу бухи вдобавок на стриме но на самом деле ты прав так давайте еще одного с казахстана человечка деф о напиши мне пожалуйста на казарском как дела напиши там все как дела чтобы я понял я сейчас спрошу это типа как дела да алга как здоровенький был алга казахстан здоровенький был и кайдан волосы не не я у вас просил пытаясь произнести я не очень хорошо а кайдан волосы не правы короче сейчас мы казаха мы идем это будет кайдан сын ну вот так давайте колга казахстан калай жай дай хорошо спасибо спасибо тоже хорошо кайдан болосын я не знаю возможно неправильно скажу кайдан болосын я из киева пытаюсь некоторые слова правильно говорить на казахском понятно хотите возможно что-то спросить узнать да конечно давайте я лично там поддерживаю украину спасибо лично сам не понимая врачей зачем война которые некоторые думают что это спецоперация нахрен не это война как у вас обстановка первый вопрос слава богу хорошо в каком сейчас подождите в каком плане как понять но меньше прилетов с последних дней есть воздушные тревоги но последний раз когда они обстреляли город киев там же прилетела одна подставка алло алло извините что-то со сведения сейчас нормально сейчас минут извините вот теперь слышно вроде вот теперь у вас видно еще раз я говорю последнего раза когда прилетели ракеты в киев одна попала возле детской площадки 2 возле памятника ну восстановлю уже слава богу ну как бы на детской площадке когда они играли не играли дети вы мне кстати скажите такой вопрос сама казахстане много тех которые поддерживают россию в том что она делает в украине но поэтому вопросом мне самому так кажется что кто поддержит их меньшинство это во первых во вторых они активно не выступают потому что получит поможет да это сто процентов они как-то где-то непонятно где то вот я лично сами это это очень редко где-то выслушал даже когда я сам лично и послышу такое типа вообще как бы непонятно почему вы даже может видели не видели наши элементарные класские пацаны били русских приезжих право на то что типа крым 4 там вас меня потому что у нас казахстане не поддерживает эту политику но правильно потому что это неправильно на 2022 году нападать на другую страну это неправильно а а как у вас с этими убежавшими из рашки вашу страну много прибежала прибежала но говорят много но я сам с караганды если знаете нет это 200 километров от астаны это наша столица асана вот от него 200 километра есть такой город караганда караганда славится тем что в россии говорят типа шутятом караганда там . но караганда если кто в казахстане был они появятся тем что это бывший бандитский город можно так сказать у вас там есть большой парк победы там даже улица лабаны какая-то есть да 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 все верно все верно и кто жил в караганде он точно подтвердит что это был раньше 90 тысячах это был бандитский город с понятиями до сих пор кто живет и как бы я сам лично здесь живу и я лично сам может я где-то встречал но вот так вот не общался никто с приезжими но мои мои извините мои друзья говорят что вас не и в алматы в других городах много но сам лично не встречал и брак на стройку пускай кирпичом носят руками но лично я сам их не поддерживаю их политику знаете как я объясняю себе и своим друзьям когда твои твоей стороне обивай объявляют мобилизацию ok мобилизация против тебя против твоей стороны до грубо говоря типа ты и твоя сторона не поддерживайте политику страны дать пример грубо говоря ok любой любую любого человека есть три варианта по моему это первый вариант это поддерживать эту политику и идти на войну это первый вариант второй вариант это против политики страны против власти идти и идти на митинге то второй вариант и третий самый самый плохой и самый конченный вариант извините за выражение это убегать в другую или в какую-то страну или другой город и ник и для меня кажется лучше блять сдохнуть своей стороне идти и сесть в тюрьму чем убегать как черт последний и другой страны сто процентов сто процентов и знаете я вот в чат рулетки где-то тоже с ознакомим а со знакомыми общался они говорят ой да ладно у вас если в казахстане будет хоть даже не такая другая ситуация ваша тоже побегут игру бред у нас был нет 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 он извините не стоп в казахстане подняли цену если не ошибаюсь на газ на немножко весь народ поднялся вообще по капец сколько вас поднялось за то что немножко газ подняли на автомобильных заправках правильно это же у вас было да те верно все верно нет 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 я хотел этим ческать у нас был январский январские события вот что вы говорите про газ у нас были стрелки у нас стрельба была у нас были убийства но никто конечно в границах километром не стояли вот именно километром до очереди у нас потому что у нас все были здесь я лично сам знаю своих родственников которые жили в тот же момент в алмате вот я сам скарганы да эти эти все бои были в алмате мои сами родственники близкие сам сильные близки они были в алмате семьи они сказали мы никуда не пойдем мы будем здесь понимаете и я уверен каждый человек казах не дай аллах конечно если у нас будет такая эта война километрами очередями никогда не будет чтобы убегать в какую-то страну для для меня для меня эти предателей самые-самые маломы нет 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 знаете моя позиция если окей ты не хочешь убивать какого-то другого человека там то еще ладно окей ты не поддержишь политику ладно окей тогда ты выходи на митик согласно полностью так ладно давайте еще немножко еще раз заглянем россию да это было казахстан там караганда показано оттуда регион откуда это краснодар как ваши дела как ваши дела а ну как вы знаете стране война что у вас там интересного что-то все тихо мирно нет мобилизации даже в краснодарском крае да уже закончилось уже закончилось да какой-то вопрос возможно будет не будет дим грозный чечня прикол что через плечо причем грозный чечня я не к тебе это говорил вообще а надо вот просто знаешь где я живу а нет мусор вам как бы ничего замечательный прекрасно илья шишки у меня тоже замечательный чем голову сидел вот такой же человек ага для меня ругался за что вот так и ну там шторы там да нормальные шторы темные рубашка не понравилось рубашка мусорская сразу тоже сказал вот смотри а на его фоне сидела мама такая вот Таня вот отличный добрейший души человек вот он несчастный был у него вот он дожил до 35 лет мне зачем информация про другого человека у него ни детей ничего не осталось секундочку у меня информация про другого человека зачем для общего развития бессмысленная информация насчет рубашки это информация для общего развития тебе информация про другого человека я считаю для меня бессмысленная если я с этим человеком никаких никогда не пересекаюсь мне информация вы с одессы вы же не с одессы вы же с российской федерации какая разница большая разница по поводу рубашки я ошибся что это формена рубашка тогда зачем вопрос насчет рубашки у меня был я ошибся по поводу рубашки вашей вряд ли то есть это мусорская рубашка да из полиции а зачем вам информация об этом нет я мог ошибиться это рубашка нет но не относится к грубо говоря к полиции там или к мусорам неважно вот поэтому я и переспросил другого человека вы когда разговариваете с людьми вы всегда в телефон втыкаете или это такая манера типа смотрите я когда разговариваю с умными людьми а все идешь нахер мусор понятно с мусорами только так здравствуйте 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 как дела я в говне да я вижу да у меня фипов с чем материться при этом ну я хочу так вас ебёт а вы хотите по ну я вас ебёт или что боже ты же в Киеве ты же в Киеве зачем ты так материшься а я же в Киеве и зачем я так матерюсь а если я добрый день добрый веч как справа дела у нас нормально а у вас добрый а вы звуки ну там написано 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 чернивцы да у нас так написано ну у меня так написано ну у вас так это хорошо а вы пьянку поставили да у нас и пьянка какая ну ты откуда еще раз еще раз смысл ты сейчас где вопрос то был об этом ну там написано откуда страну я говорю о городе сейчас горст надо назвать ну с такой капец так еще пять минуточек пять минуточек может где то будет хорошо весело ну слушай дэв а чего кавказцы боятся что их попалят типа где они я правильно понимаю как там недавно киев от бандита ты нахер ты живой типа смешно должно быть да нет а блять что а тебе в Твери нормально живется пока ты думаешь семечку блять нет ну херово живется тебе в Твери я смотрю Екатеринбург зовут там меня зовут да да я щас тиски распиздею ладно давай я вообще ничего не делаю не трогаю чё надо от меня я хочу холд не надо украсть боль моя ты покинь обувь ух ты вот он пришел к нам расставить блять думаешь не надо заходить к нему как ну я не знаю я не знаю что я не знаю ни разу ни разу берег покажись в Твери вы что то спросите у меня хотите или нет хочу хочу спросить давайте спросите ну и как у нас получается на Зонбассе Мариуполь вы 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 забирают назад это юрисдикцию Украины вы считаете что хохмы правы а мы не правы я не понимаю про кого вы сейчас говорите я говорю что как бы вот ну смотрите ну хотя бы тоже Донбасс посчитаете не правы были мы конечно надо было вам не заходить туда надо было не оккупировать эти территории впоследствии нужно было их не присоединять поэтому многие ваши парни никогда не вернутся домой назад он был и следом он был такой фейковый да фейковый да фейковый вы курите в спальне да я курил в спальне потому что я очень сильно переживаю потому что я не понимаю еще раз вопрос я не понимаю одну вещь ваш муж лег спать я не боюсь в этот момент вы закурили в спальне александ только вставай и расскажи человеку имею право курить или нет он не разрешает вы о чем вы его убиваете вы не можете покурить в окне чтобы выветрилась и не воняло в комнате или вы думаете в кайф или вы думаете в кайф другому человеку спать а рядом будет что-то бздеть у нас северный поток 2 рядом до того нет ну тип того да боже мой это шкаф северный поток у нас уже да да северного потока у вас уже нету какие турецкого потока нет но боже неужели все женщины в екатеринбурге пьют водяру и курят в спальне да мы все пьем водяру и курим в спальне несчастье это пропащая страна это дно просто дно если барышня позволяет себе в одиночку глушить водяру и при этом курить в спальне где находится ее мужчина это дно просто днище да вы не уважаете себя ну что делаете нет зачем мы еще в туалет на уши это же не смешно знаете мне очень да да конечно нет но вот вы очень симпатичный человек боже ну не курите в комнате там же действительно будет вонять не пейте в одно горло это неправильно хотите выпить садитесь со своим мужчиной сделайте красивый стол выпейте сколько вы посчитаете нужным но не бухайте в одно горло не нужно искать оправдание услышьте меня не нужно искать оправдание или какую-то причину вы в первую очередь женщина перестаньте бухать в одно горло это неправильно замечательно это неправильно это неправильно вот фу как так можно в одно горло ах не понимаю я ты блядь ах ах у меня же перевернуло в этой же комнате села и закурила еще семей я в найду я вижу на здравствуйте здравствуй здравствуй о чем общаетесь разное украина и киева вы откуда на р-ти а урал конкретнее Екатеринбург, конкретнее город Заречный. Я понял. Что-то хотите спросить, узнать, возможно поинтересоваться чем-то? Да нет, в принципе нет, в основном вы интересуетесь. Я не знаю, чем у вас можно ухаживать. А в чем вы сильный? Что у вас можно спросить, на какую тему? Ну, что напали, туда-сюда. Так это и так понятно все. Ну, вот как бы в принципе, хорошо, что вам понятно. Понятно все, поэтому сейчас и отгребаете, скажем так. Ну, ну как бы да, что можно сделать. В ваших мечтах. Какие же мечты? Или вы думаете, что вы побеждаете на Донецком, Луганском направлении, учитывая то, что наши зашли уже далеко за Мизюм, Купинск, сейчас Лиман был не так давно? Или на Херсонском направлении, откуда? Нет, у вас есть успехи. У вас есть успехи, безусловно. Ну, при причисленности, конечно, такое, безусловно будут успехи. Конечно, они будут и дальше. Ну, главное же результат. Понятное дело. Ну, все, вот увидим. Ну, посмотрим. Ну, пока, по крайней мере, результат, это четыре области отвалились от Украины. Нет, отвалились. Они временно стали оккупированными. И учитывая то, что сейчас Луганская область и уже полулуганской области обратно вернулись к юрисдикции Украины. То есть, по факту, получается, вы присоединили к себе территорию. Можно я расскажу свою речь? По факту, нет, подождите, если вы говорите, что у вас что-то отваливалось и так далее, почему вы тогда не платили пенсию с 14-го года Луганской и Донецкой республики? А возможно ли такое, что они выезжали на подконтрольную Украине территорию и получали эти деньги? Давайте, можно... Почему вы так-то не помните? Это же ваша территория. Вопрос. Они зашли на подконтрольную, там, где работают украинские банки, получили пенсию и вернулись обратно к себе. На оккупированных территориях никогда не работают в банки в том порядке, в котором они должны работать. Потому что там оккупационная власть. Какая оккупационная власть была? Российская Федерация. Российская Федерация. Где-то это документально, документально. О, документально. Конечно, конечно. Или вы не знаете, что там были войска ваши? Или вы не знаете, что... Войска где-то документально кем-то подверждены, что наши войска там были? О, ОБСЕ. Даже в Минских соглашениях... Давайте, какой отчет, за какой день? Давайте, откроем в Минских соглашениях... Какой пункт? Секунду. Какой пункт? Минские соглашения. 15-й год. Второй пункт. Так, сейчас, подождите, гуглим. Давайте. Откроем даже вместе и поулыбаемся. Давайте, с удовольствием. Давайте. У меня по этому комплексу мер по выполнению... Так, а гуглить? Скажите, как гуглить? Минские соглашения 2015-й. И текст просто выведите. Там 4 страницы всего. Хотите, я могу... А, нет, ссылку здесь кидать нельзя. Так что проще. Ну, тысячи... Да, не надо. Комплекс мер по выполнению Минских соглашений... Комплекс мер по выполнению Минских соглашений... Да. У меня... Так, незамедлительно и... Так, незамедлительно и... Всеобъемлющие прекращения дня в отдельных районах... Да, да, да. Смотрите, замечательно, вы открыли его, все правильно. У меня два маленьких вопроса. Второй пункт, там где написано... Всех тяжелых вооружений, объемы, стороны, на равное расстояние, в целях создания... Ля-ля-ля-ля-ля... Для РСЗО... И дальше перечисления вот этих систем. Первая система. Торнадо-С, это чья система? Так, российская, допустим. Все, замечательно. Теперь спускаемся на четвертую страницу. Так, четвертая страница, хорошо. Так, русский поиск, я еще пока не увидел. Дальше поехали. Четвертая страница, где... Тут написано, участники трехсторонней контактной группы, потом идут перечисления. Так, пункта какой, скажите, пункта какой? Это самая четвертая страница, в самом низу, после тринадцатого пункта. А, так, так, кто подписывал? Да, скажите мне, пожалуйста. Посол Хаджи... На секунду, на секунду, вы же видите... Альминейн какой-то хуй... Скажите, пожалуйста, как вы понимаете, участники трехсторонней контактной группы, как вы эту фразу понимаете? Участники трехсторонней контактной группы, то есть есть участники конфликта и есть гаранты. То есть гаранты европейские брались за участие Украины, а Россия бралась за... На секунду. Одна фраза. Это мое мнение, вы не спросите. Участники трехсторонней контактной группы. Одна надпись. Как вы ее понимаете? Не надо про Европу, про Украину, про Россию. Участники трехсторонней контактной группы. Выкиньте слово посол. Кто такой? На секунду. Вы услышите еще раз меня. Четыре подписи. Похуй. Четыре подписи. Кто такой? Вы можете на секундочку? Мне вопрос первый. Четыре подписи. Тяжело. Я вас просил. Трехсторонний. Я вас понимаю. Трехсторонний. Я вас понимаю. Три стороны. Согласны? Три стороны, но четыре подписи. Пять подписей. Подождите. Мы сейчас к ним спустимся. У меня вопрос. Участники трехсторонней контактной группы. То есть в ней участвуют какие-то три стороны. Правильно? Все. Согласны? Все, замечательно. Первая подпись. Посол Хайди Тальявин. За что он отвечает? Вообще не знаю. Это ОБСЕ. Так, ладно. ОБСЕ. Вторая. Второй президент Украины ЛД Кучма. Это за какую сторону он отвечает? Он, наверное, отвечает за Украину. Логично. Скорее всего. Третья подпись. Посол Российской Федерации в Украине МЮ Зурабол. Он за какую сторону отвечает? Ну, так же, как и посол. Так же, как и чувак, который с ОБСЕ. Вопрос. Посол Российской Федерации в Украине МЮ Зурабол. Какую сторону представляет? Он представляет ЛНР, ДНР. Ну, как бы, посол, который в УБСЕ он представляет и Украину представляет. Он, почему он представляет Украину. Смотрите, ну еще раз. Наши берут гарант. Подождите, наши берут гарант. То есть, если будет нарушение Покажите мне, пожалуйста, где там написано ЛНР, ДНР. Можно увидеть? Наши-то берут гарант. Где написано здесь ЛНР или ДНР? Вот. Захарченко и... Вопрос. Покажите мне, пожалуйста, где написано ЛНР, ДНР. Мотаем? Хорошо. Сейчас мотаем на первую первую страничку. Сейчас все поймете. Давай. Немножко немножко пролистнули. Так, Донецкая и Луганская власти Украины и ее так для выполнения начала туда-сюда. Вот. Пока про Россию вообще ничего не видно и вообще в УБСЕ ничего не... Точнее в Минских соглашениях что там участвовала Россия и вы это знаете. У меня еще раз тяжелых вооружений ЛНР, ДНР, которые вы сказали. То, что насчет насчет того, что вы говорили смерч, торнадо, ураган, да, мы помогали ЛНР, ДНР, мы всем помогали. если вы захотите на секунду. Украине помогало и Соединенные Штаты Америки на секунду. Для украинских войск от фактических войск, для воронежащих луганской областей Украины вообще так от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму 19-го 14-го года. Кстати, на 14-еще почитать, кто там что сделал. Так, отводы вы уже связаны. Но это понятно. Отвод этому процессу будет содействовать обои съемки. Можно про себя прочитать быстро? Не надо его озвучивать. Про себя читайте, пожалуйста. И потом мне скажите, где вы увидели ЛНР или ДНР? Незамедлительно. Не позднее. 30 дней с даты подписания данного документа принять постановление Верховной Рады Украины с указанием территории, на которой расположено особо тихо-тихо-тихо это очень важно. Слово тихо не нужно говорить мне. на которое прочитайте про себя и где вы прочитали ЛНР ДНР? Отдельных регионов Донецкой и Луганской областей областей. Это был 4-й областей. там Луганская Народная Республика или Донецкая Народная Республика? Никто. Секунду, еще раз, было или нет? Если вы не понимаете, о чем не будь дебилом, это юридический документ, не будь дауном, там в юридическом документе где-либо написано Луганская Народная Республика или Донецкая Народная Республика. Если ты этого не читаешь, значит этого нету. Есть Луганская область Украины, Донецкая область Украины. Теперь, если ты не нашел, возвращаемся к четвертой странице. Результат какой будет, если соблюдать все соблюдать Семинские соглашения? я вас дико прошу. Не, подожди, давай, ты раз не читал до конца, в каких границах будет Луганская и Донецкая область, если мы соблюдаем все Минские соглашения? Будет Минских соглашений, причем они уже нулевые, они умерли. так ваш Семинский, все, вот из-за этого и война. Так у меня и вопрос к вам, пожалуйста, вопрос к вам, участники трехсторонней контактной группы, это три стороны, я понял, если мы юридически подходим, давайте выбросим, чтобы из Российской Федерации, секунду, секунду, ты мне дашь договорить, или будешь перебивать, я тебе выключаю звук, если ты мне будешь перебивать, то и нахрен мне такой разговор не нужен, я задам один вопрос, пожалуйста, пожалуйста, значит так, три стороны, мы высекаем, что ты из Российской Федерации, и выбрасывая, кто, три стороны, кто, секунду, три стороны, кто, вопрос большой, трехсторонний год, 100%, три, кто, услышал, ОБСЕ, ОБСЕ, Украина, и Россия, так, где Россия, где указано, подожди, не увидел, посол Российской Федерации, где, подожди, где, в каком, где, в каком, пункте мне найти, вниз, спустись, четвертое, посол Российской Федерации МЮ Зурабов, он представляет Россию, там пять подписей, пять подписей, в конце, подожди, мы вернемся, подожди, кто из них, третья сторона, кто из них, третья сторона, нет, я не дебил, ты мне указываешь, я тебе говорю, я вижу тут, раз, два, три, четыре, пять, ладно, из них, допустим, Захарченко и Плотницкий, из них, две, это да, Захарченко и Плотницкий, кто остальные, так ты хуйню несешь, ты вот уже не фактами несешь, трехсторонний, смотри, Захарченко и Плотницкий, скажи мне, пожалуйста, напротив них, какое обозначение, кого они представляют, пожалуйста, я вижу фамилию, Захарченко, я вижу фамилию, Плотницкий, вопрос, покажи мне, пожалуйста, что они, я не вижу, кого они представляют, это значит, что, просто, два Василя, произвели подпись, на этом документе, а документ, гласит, согласились, Украина тоже согласилась, с этим, пожалуйста, еще раз, я тебя дико, я тебя дико прошу, соберись, а почему, так я собрался, почему Украина-то согласилась, с какими-то Василиями, подписать этот заговор, они просто присутствовали, это присутствующие люди, бля, братан, дебил, это Кобзда, я вам говорю, ну нельзя же быть таким дебилами, шизики, Сэри, привет, так, давайте еще одну их найдем, Сэри, Серега, 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 поздно зашел, ну такое дело, я же говорил, они все шизики, да, давайте, еще одного, я ему об одном, он не о втором, трехсторонняя контактная группа, три стороны, замечательно, ОБСЕ, Украина, Россия, написано, фамилия написана, кто вот эти два барана, Бог его знает, нету обозначений, нету обозначений, лыныры, дыныры, нету, это значит, что, что люди, которые присутствовали, просто подписали, юридически подписали, кто они, хрен его знает, один еще бегает, второго лупанули, ну тоже лупанут, конечно, 50 рублей, там скипы, это в чем вообще прикол, ой, блин, когда нечего говорить, или заканчивается какой-либо аргументация, люди быстренько нажимают на кнопку далее, нету чел просто сидит вот так вот, и моментально скипает, а ему не понравились вы, я ему не понравился, я, например, то же самое, я вот так, хоп, первый, не, второй, мне даже не важно, скажет ли человек, типа, здравствуйте, вообще до одного места, мне понравился фон, или что-либо еще, я оставляю, а как вы, тыснился относитесь, кому? вот так, под губу, дебилы, полные, дебилы, полные, я вот так же своему другу говорю, он говорит, ты попробуй 5 литров пива сначала выпьет, потом пиздит, так ему скажи, что некоторые люди считают себя птицами и прыгают с 9 этажек, это правда? ну, наверное, да, обычно те, которые подснутся у меня этими вонючими, я прыгал, а я даже был подснутся, ты думал, что у тебя есть крылья? нет, я просто видел огромный стоп-гроб, и я такой, стою вот так, на крыше 7 этажки, такой, сальто, вперед, и я умер, ага, как вам там, в старом Москве, все такие, или только ты? только я, я понял, какой-то, возможно, еще будет вопрос ко мне, ладно, есть вопрос, есть вопрос, только без мата, без мата, ни в коем случае, 1 литр пива, равно сколько килограмм, ты имеешь в виду, сколько человек наберет вес, от него, или сколько он, нет, а, 1 литр пива, это будет 1 килограмм, это же понятно, это хорошо, это вы молодец, второй вопрос, столетняя война, сколько шла? как звали отца Пушкина? это я первый вопрос задал, вопрос на вопрос, что летняя война, наверное, она так и длилась, сколько длилась? наверное, сто лет, да, нет, 116, но это же 136, да, Пушкина у отца, как отчество? Сергей, хотя это, ну, не является его отцом, у него был отец мавр, негр, а негра звать не могли Сергеем, почему? по кочану, ну, допустим, потому что негроидная раса, это поглощающая раса, если он был на то время, так называемым мавром, то мавра не могли звать Сережи, Сергей Львович Пушкин, Сергей Львович Пушкин, это его дед, Марк Абрамович Эйнштейн, я понял, о, зачем ты меня обманываешь? все, вопрос, какой, ну, как вопрос, нет, Сергей Львович Пушкин, физическое явление, физическое явление, называется горизонт событий, что это такое? отец Пушкина Ганнибал, ну да, логично, кто-то, 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 дед Пушкина Ганнибал, а отец Сергей, правильно? капец, как неинтересно, да реально, капец, вообще, ты сидишь, ты дичь, физическое явление, называется горизонт событий, что оно означает? ну, зачем ты меня спрашиваешь, потому что я отвечу на этот вопрос, ну, ты знаешь или не знаешь, если не знаешь, я тебе могу сказать, интересно говорить, говори, фирм Интерстайла, видел? смотрел, черная дыра, туда, куда попадает свет, это последняя точка, которую можно увидеть, за ней ты уже не видишь ничего, вот эта точка называется, горизонт событий, прикольно, я это запомню, не факт, что мне это пригодится, но я запомню, это прикольно, все, факты закончили? ну, следующий, скажи, я скажу, с твоей стороны вопрос, да не, я два сразу задаю, я типа задаю, да? да, да, сколько вида, задаю, ага, все, все, здравствуйте, дедок, беги из дома, бомбят, здравствуйте, как у вас дела? замечательно, это хорошо, что замечательно, так, давайте еще одного и все, здарова, привет, как дела ваши? замечательно, как у тебя? все хорошо, что там в Татарстане, все спокойно? конечно, а зачем ты скрываешь лицо, ты боишься, что тебя кто-то узнает или что? ну, я не из Татарстана, во-первых, я не говорю, что ты из Татарстана, я просто спросил, как в Татарстане дела? там хорошо, на месте, что на месте, мобилизованное или на месте что? Татарстан, а, ну и замечательно, вопрос второй у меня был, зачем вот эта хрень у тебя? он, это тебя греет? конечно, а зачем ты тогда на улице, почему не быть в тепле? люблю улиц, все живут, в военной форме, ты любишь на улице, ходить в этой хере, и изображаешь из себя кого? ну, я не знаю, ну, ты понимаешь, что ты выглядишь глупо? ну, по факту, ты пытаешься, ну, типа, как уж извернуться, но оно, ну, спасибо. давайте хоть одного веселого и все и будем заканчивать это все на сегодня а завтра будет весело привет да привет как ваши граждан сказал завтра будет весело сто процентов вот здесь украина киев ты откуда боже мой что ты материшься зачем ты материшься ты посмотри какой жопе ты живешь у тебя шкаф справа которому уже 300 лет ты зачуханная боже грязное чмо сидящие в этом доме ты пытаешься что-то изобразить из себя фу ты хотя бы научись разговаривать пасть свою иди щеткой хотя бы почисть все неинтересно с таким ты можешь говорить без матов без матов можешь говорить да говорю пожалуйста ну я говорю у тебя должно быть палет на бумаге нет это все что ты хотел сказать я ну по твоему жирному рожу видно прямо пьяница давай мы попросили друг друга не материться ты идешь на нахер я думал весело будет она нахер я думал весело будет все которые Это ты специально подготавливался, вот эту тряпку сзади повесил Крестный, какой пластионин Я же актёр, как ваш Зеленский Не, у нас не актёр, он же президент А ваш дед, это да, ещё то чувство Я психанул улыбать, я психанул улыбать Да, 70 лет, последний день рождения в его жизни Ну а чего хотели, блять, дед? Что хотели, что Что хотели, что Так просто получилось Давай так, если ты хочешь разговаривать, только без мата Окей, договорились? Ты мудр, я вижу, ты седой и много в жизни Ещё раз говорю, если хочешь со мной говорить, не матерись Ты сам понимаешь, что вы бомбили Донбасс Ещё раз, без матов, согласен говорить? Без мата давай Всё замечательно Всё замечательно Домбили бомбас Не было бы ваших там Всё было бы хорошо А теперь задайся, пожалуйста, вопросом Если бы в Украина 8 лет 8 лет Подряд Бомбила бы Бомбас То что от него бы осталось? Ни-че-го За 8 лет ни одного населённого пункта, ни города бы не было То есть по факту Украина так и не бомбила То есть по факту Украина так и не бомбила А вот бомбили ли вы? А вот бомбили ли вы? Вот это хороший вопрос Прикинь Прикинь И самое интересное, что люди погибают только там, где присутствуют российские солдаты А там где вас нет, люди не погибают Значит, получается, что вы приносите смерть в мою страну А что вы можете присвоить в мою страну? В Осло, Югославия, там не умирают люди? Давай не ныряй туда, где я тебя... В этих всех штуках утоплю Не надо Ты за себя отвечай, а не про Югославию Вы зачем зашли в отдельные части Юландской Донецкой области? А вы не ста В Чечне В Чечне вы залезли в Чечню Потому что Чечня захотела отсоединиться от российской федерации Вы убили более трехсот тысяч чеченов А мы сразу платим сюда Вы убили более трехсот тысяч чеченов Вы убили более трехсот тысяч чеченов А вы не на... А вы не на... А вы не на... Все, это демагогия Нифига я туда лезу, ради чего Здарова Нет О, вы в космосе Прикинь А назовите самую яркую звезду Альфа Центавра А самую большую звезду? Белый карлик Н 844 Е-Ж222 А солнце что это ? А при чем здесь солнце? Солнце это просто планета на которой Ежесекундно сгорает Многие тысячи Ээээ... российской федерации но потому что он пластмассовый а не настоящий а второе у тебя флаг висит у тебя правая сторона флага висит ниже чем левая сторона флага то есть их своему флагу своей страны относится наплевательски нет просто наискось у меня флаг висит не потому что ну типа потому что так задумано понимаете ну такого чего вы сказали что автомат пластмассовый ну давай вот сюда поближе ну камуфляж ну пластмасса почему пластмасса ну не знаю пластмасса да и пластмасса даже пенал есть но его нету короче а зачем ты дома автомат ну ставь обратно ставь ну я вот сюда вот на коечку положу а зачем тебе автомат дома зачем автоматом ну по факту но тир хожу смешно а если он как ты знаешь что раз в году и палка стреляет а если он выстрелит не дай бог нет не туда куда надо ты все потом локти со строки прокусывать начнешь ну а пристав кто-то в гости придет с патроном ну случайно загонит патронтаж ну вдруг у тебя же автомат дома находится хорошо я вам рассказываю не хочу даже слушать этого дурака ну я вам скажу ну ма боже мой веселая семья Као Нэс као кто ты родил качу украины так давайте чисто и еще один усил только что такой веселый был парень это вообще веселый сегодня что суббота у них до субботы а уже воскресенье да уже воскресенье кстати давно сидите 2 часа 32 минуты украина киева откуда красный край новороссийск что спрашиваете что обсуждаете у меня субботний перекур на сигару поэтому сижу просто болтают о чем ходить этому поговорим без разницы я не знаю ну серьезно даже не понимаю что спросить да возможно у вас будет какой-то вопрос мне тоже я чувствую что вы положительный человек я охеренный человек очень много охеренных людей очень много но правда здесь их очень редко тяжело найти ну да да вам всего хорошего всего доброго нормальных собеседников а не этих ушла банов ну и если вот прям собеседников чтобы поговорить то нужно конечно какую тему иметь да изначально ну да но просто задаешь какие-либо вопросы половина даже и ну не понимает о чем ты их спрашиваешь да блин мне тоже не знаю а вот кстати пока по россии ходил тоже парень попался тоже так вроде хорошо разговаривали а потом начал переходить на личности и слушать правды ну с тобой же хорошо разговаривать не оскорбляю тебя ничего потом начал переходить на страну и слушали я тебе еще раз говорю я ничего к тебе лично не имею стране не имею зачем ты начинаешь вот таких не понимать вот если есть лично какие-то вопросы спроси там поговорим может какие-то разногласия там обсудим а так просто фразами бросаться тоже не понимаю это слабость у народа когда человек очень приятный человек это же слабость когда человек не может аргументировано что-либо доказать а вот это там типа ты дурак ты дурак сам дурак ну это же детский сад вторая четверть хорошо добренько я так понимаю вы ничего не хотите спросить давайте вот эксперимент даже любой вопрос на любую тему кроме личных спрашивайте а у меня да вы на тот вопрос на который скорее всего как вы думаете что я не смогу ответить подкола может у вас есть вопрос да называется это но у меня в таких любимых пару вопросов сколько видов биополярных расстройств вы знаете о я один из полярного расстройства 2 есть два вида а и b есть это физическое явление называется горизонт событий что оно означает горизонт событий я встречал только метод физики не это физическое доказанное физическое явление горизонт событий это когда это ты еще до момента который не до точки невозврата но очень недалеко но довольно прохладно это та точка за которую ты уже не можешь видеть и откуда даже свет назад не возвращается она была показана фирме interstiler американском там где черная дыра и свет ломается вот эта точка называется горизонт событий теперь от вас любые два вопроса 2 2 что первое было биполярное расстройство второе это было горизонт событий 1 и 2 а и b ну да и b вот а это какой и б это какой вы действительно хотите нырнуть психиатрию ну не надо я вас прошу там очень глубоко и темно не надо это настолько фу-фу-фу биполярное расстройство я я естественно знал это дни это два подтипа просто биболярном расстройстве это бывает два подтипа этого расстройства они в принципе но как бы отличимы но это как для не музыканта рассказывать что-то про музыку но не поверьте и там и там дебил скажем так который то время такой тогда вы не теперь скажите про компульсивно импульсивный синдром да хрен его знает вообще первый раз услышал я же не пить я же не медиковано серьезность вы про биполярное расстройство это прочитал просто и запомнил серьезно это прочитал что бывает два вида я запомню фотографическая память я запомнил сразу хотите людей компульсивный синдром это когда человек не осознает что он знает у него одномоментно возникает желание что-то сделать вот он не осознает что он делает он просто берет и делает но это наверно как как называется типа не асфиксия это удушение а это типа вот эффект да а стадия эффекта это да ну стадии эффекта она достигается посредством принуждение человека к чему-то как это он подводит а это у человека компульсивно импульсивный синдром он сам он вот сам по натуре такой он может ходить 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 все нормально а потом возьмет и бутылку он голову разобьет но так это дебил это своего рода это психическое расстройство опять же мы тоже дебилов разделяем тоже на какие-то там группы вот это компульсивно импульсивно синдром и своего рода оттуда да я понял но прикольно но слушайте замечательно и провела сегодня время 2 39 вы приятное было окончание всего сегодняшнего стрима всего доброго хорошей за россией все да давайте ну давайте на этом биополярном расстройстве на сегодняшний день и закончим не забываем подписаться на хунта киев лайв вот такие резерв также не забываем про донаты также не забываем про про патреон также не забываем про канал замечательный war in ukraine наш прекрасный новостной канал все давайте бещерком встретимся в этом чате